Друзья, всем привет! Это Украина-24. Если вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, обязательно сделайте это прямо под этим видео. Олег Жданов, известный военный эксперт, сейчас со мной на связи. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и возможность выйти в эфир. Кстати, обращение сразу ко всем нашим зрителям. Олег Жданов тоже запустил свой YouTube-канал. Призываем всех подписаться. Олег, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в районе Северодонецка и в районе Лисичанска? Насколько там тяжелые бои и каковы перспективы наших войск? Бои действительно тяжелые. Противник пытается предпринимать действия для того, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг Лисичанска. Они западнее Лисичанска штурмуют трассу Лисичанс-Бахмут и пытаются выйти к населенному пункту Северск для того, чтобы замкнуть кольцо окружения. И вот там сейчас идут самые ожесточенные бои. Мы пытаемся удержать этот коридор для того, чтобы вывести оттуда войска и избежать этого окружения. Вот это, наверное, самое главное действие, которое сегодня и сейчас происходит на всей линии фронта. Что сейчас происходит на Изюмском направлении? Потому что британская разведка сообщает о том, что российские войска пытаются там сконцентрировать свои ресурсы и, возможно, организовать наступление. Действительно, они на Изюмском направлении проводят перегруппировку, но я так понимаю, что с целью возобновить наступательные действия в направлении Славянска и в направлении Славянска. И мы немножко, насколько я понимаю, мы немного им подпортили планы тем, что в городе Изюм разнесли командный пункт. Видимо, там и было совещание по поводу принятия решения о дальнейшем наступлении в направлении Славянск. Поэтому мы ожидаем, что они все-таки пойдут в наступление. Это может их задержать на день, на два. Но сегодня такой попытки российские войска не предприняли. Что сейчас происходит на границе с Белоруссией? Президент даже записал специальное видеообращение к белорусам с просьбой не допустить войны. Россия, мол, втягивает Беларусь всеми средствами в войну против Украины. К чему все идет? Насколько высока угроза нападения? К чему готовятся жителям пограничным с Белоруссией городов? К сожалению, угроза нападения возрастает. Несмотря на все усилия даже белорусского самопровозглашенного руководителя пропетлять и не вступать в войну. Но все-таки, видимо, у Российской Федерации, в частности у Путина, рычагов давления намного больше. И вероятность возрастает. Мы наблюдаем уже скопление техники и вооружения в населенных пунктах непосредственной близости от нашей границы. Скажу так, что, в принципе, до 1 июля вряд ли, потому что 1 июля еще будет саммит ОДКБ в Санкт-Петербурге проводиться. Может быть, в другом месте. Может быть, даже в Минске будет саммит ОДКБ. Там есть разные версии. Но, думаю, что до начала саммита вряд ли белорусская армия двинется вперед. Но, тем не менее, готовность к наступлению практически может уже быть закончена. Подготовка, точнее, к наступлению может быть закончена в ближайшие дни. Ну, а вот буквально на прошлой неделе была информация о том, что боеприпасы вывозят из Беларуси в Россию. Там чуть ли не 100 вагонов заказали для того, чтобы эти боеприпасы вывозить. Насколько это согласуется с вероятностью угрозы нападения? Ну, это да, действительно. Там не только боеприпасы. Они вроде как и технику, которую снимали с длительного хранения, тоже хотят передать Российской Федерации. Потому как, видимо, Россия хочет попробовать, насколько технически лучше сохранилась техника в Беларуси, чем в самой Российской Федерации. И вот это может свидетельствовать о том, что Букашенко пытается откупиться от Путина тем, что я дам и боеприпасы, я дам технику, но только в войну, пока мы не готовы вступать. Но, тем не менее, вот это то, что я отмечал всегда, что как бы Лукашенко не петлял, ведь он все равно выполняет мероприятия по подготовке своей армии к войне. И мы, к сожалению, мы их вынуждены, мы их наблюдаем и мы их вынуждены констатировать. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, но готовность белорусской армии к вторжению, она все-таки возрастает. За счет того, что он проводит мероприятия именно по подготовке армии к боевому применению. Отдаст он приказ или нет, но это уже вопрос другой. Но пока я, допустим, склоняюсь к версии того, что он будет стараться делать все, чтобы не отдать этот приказ. Олег, что вы можете порекомендовать жителям пограничных с Беларусью городов Украины? Ну, надо смотреть по обстановке. Если действительно будут накапливаться белорусские войска вдоль границы, то, может быть, и есть смысл эвакуироваться вглубь страны или в соседние районы, где вероятность прохождения белорусской армии наименее возможна. А это имеется в виду районы плотной лесистости или районы, где местность непроходимая, болото, речки и так далее. Вот в тех районах, да. Но в лучшем случае, как бы, по возможности, эвакуируются вглубь страны. Если со стороны Беларуси будет нападение, куда в первую очередь будут целить? Я думаю, что задачи будет две у белорусской армии, скорее всего. Первая задача – это просто ввязаться в бой. Для чего? Для того, чтобы сковать силы вооруженных сил Украины и постараться максимально оттянуть какое-то количество сил с других направлений, чтобы мы были вынуждены переврасывать наши войска с других направлений для отражения нападения Белоруссии. И задача номер два – максимально постараться углубиться в территорию Украины вдоль западной границы, чтобы перерезать пути снабжения западной техникой или пути снабжения стран-членов или стран-партнеров, которые нам помогают в технике и вооружении. Если будет вмешательство, уже прямое участие Белоруссии в войну, стоит ли ожидать, что Украине помогут какие-то третьи страны? Польша, Литва, Латвия, Эстония? Да, я думаю, что стоит ожидать увеличения помощи военно-технической. Но никто нам войск не даст, никто за нас воевать не будет. Почему? Потому что и так эта война приобретет уже региональный характер, потому что больше двух участников. Нельзя будет сказать, что это вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Путин будет стараться, если Белоруссия вступит, Путин еще может это преподнести как вступление ОДКБ, хоть и не в полном составе. Кстати, вот он саммит будет проводить 1 июля. Именно, я думаю, это будет главный вопрос, чтобы ОДКБ хотя бы политически поддержало вступление Белоруссии или поддержало войну России против Украины. Почему? Потому что Путину надо максимально повысить ранг этой войны. Он не хочет мириться с тем, что война сегодня, вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Он хочет расширения географии войны для того, чтобы вести переговоры на мировом уровне, а не на уровне Украины. Стоит ли ожидать поддержки со стороны ОДКБ, например, после высказываний Такаева президента Казахстана на Питерском международном экономическом форуме? Ну, тут я бы сказал так, что, наверное, 50 на 50. Почему? Потому что есть некоторая информация. Вот эти демарш Такаева на Петербургском форуме мог быть показательным. Показательным выступлением, согласованным с Кремлем. Почему? Потому что, с одной стороны, Казахстану надо было показать независимость и суверенность от Российской Федерации на международной арене. А с другой стороны, есть информация, что Казахстан активно помогает Российской Федерации искать схемы, строить схемы, искать пути обхода санкций, международных санкций, особенно что касается закупки электроники. Но посмотрим, как это может коррелироваться с той ситуацией, в которую попадает сегодня Российская Федерация. Особенно сейчас, после объявления дефолта России, то, может быть, вероятность того, что ОДКБ поддержит, на мой взгляд, становится довольно низкой. Если ОДКБ все-таки поддержит Россию в этих планах, насколько это увеличивает ресурсы России военные, людские и технические? Ну, оно ненамного увеличивает, потому что ни у Казахстана, ни у Армении больших запасов нету российского вооружения, которое они могли бы сегодня или завтра передать Российской Федерации. Все-таки армия Белоруссии, на мой взгляд, составляет основную массу как по военнослужащим, так и по вооружению, которое может быть передано России или может быть применено против нас. А вот Таджикистан, допустим, он, видите, он не в состоянии сегодня отражать нападение талибов. Армения без 102-й базы не в состоянии гарантировать себе безопасность. Казахстан вообще прибегнул к российским, к военной помощи России в плане удержания внутренней ситуации в стране. Поэтому я не думаю, что там может быть что-то значительное или большое. А вот Беларусь, да, она 45 тысяч под ружьем, а в вооруженные силы где-то порядка, точнее, Министерство обороны порядка 60 тысяч. И вроде как были планы там еще на 35 тысяч развернуть за счет мобилизованных. Посмотрим, найдет он их или не найдет. По некоторой информации, как пишут сами белорусские оппозиции, что вроде как Лукашенко нашел 35 тысяч бомжей, как они говорят, и долг комплектовал, вот развертывание армии произвел. Сейчас они на полигоне и вроде как должны проходить подготовку. Но информация, опять же, неофициальная, пока подтверждение этому нет. Закрывая тему с Белоруссией, заявление Путина о том, что Россия готова передать Белоруссии Искандеры, причем в том числе с ядерными боеголовками. Каковы будут последствия этого решения, если оно будет имплементировано? Ну, я думаю, что оно может быть. Вероятность очень высока. Имплементация только передача будет номинальная. То есть бригада ракетная будет из состава Вооруженных сил России. Да, она будет находиться на территории Белоруссии. Да, вполне возможно, будет там привезен один или несколько контейнеров с головной частью ядерной. Но, поверьте, Путин не такой глупый, чтобы усиливать Лукашенко в политическом плане. Это, в первую очередь, политическое усиление будет государства Беларусь. Поэтому передача будет просто номинальной. Что якобы вот в Белоруссии появилось ядерное вооружение. На самом деле это будет российское. Да, действительно, законодательство Белоруссии две недели назад вступило в силу изменения Конституции, что Беларусь отказалась от безядерного статуса. И в принципе законодательство позволяет. Но это может спровоцировать НАТО на ответный шаг. И НАТО разместит свои новейшие ракеты средней дальности, там с дальностью пуска, по-моему, 5 или 5,5, до 5,5 тысяч километров, на территории Восточной Европы. И тогда ситуация повторится такая же точно, как была при Рональде Рейгене. Когда Соединенные Штаты в ответ на угрозы Советского Союза, точнее не на угрозы, в ответ на размещение Советским Союзом ядерных ракет на границах, на западных границах СССР, разместили ракеты в Европе, тогда были Трайден и Першин-2. И получилось, что подлетное время американских ракет до Москвы составило 10-12 минут. И Кремль сразу же успокоился. Здесь может быть абсолютно аналогичная ситуация. Ракеты, которые угрожают украинским городам без ядерных боеголовок на сегодняшний день, минувшая неделя выдалась очень тяжелой и очень болезненной в плане огромного количества ракетных ударов по украинским городам. Исходя из этого, мы обращаемся к постоянно к западным партнерам с просьбой предоставить нам современные системы ПВО или противоракетной обороны. Стоит ли ожидать, что в ближайшее время вот такие системы ПРО поступят в Украину? И главное, сколько таких систем нам нужно для того, чтобы максимально плотно закрыть мир? Ну, скажу так, что систем надо очень много, потому что у нас ПРО нет вообще. Наша ПВО может выполнять немножко, может выполнять задачи ПРО. Поэтому фактически нам систему ПРО надо строить почти с нуля. Поэтому систем надо много. Я думаю, что они нам дадут, но не в ближайшее время. Скорее всего, и по некоторой информации, опять же, неофициальной, системы ПРО включены в первый пакет военной помощи в составе, в рамках ленд-лиза. Вот так вот. Я думаю, что они будут идти в первой партии. Почему? Потому что если поставлять нам вооружение в промышленных объемах, то, как бы, не закрыв небо, не имеет смысла его поставлять, потому что оно может быть подвержено бомбардировкам или ракетным ударам со стороны России, и тогда это оружие просто не дойдет до линии фронта. Его поставка будет сведена к нулю. Вот именно в этом контексте я думаю, что Соединенные Штаты, в первую очередь, Соединенные Штаты предоставят нам необходимое количество систем ПРО для того, чтобы хотя бы защитить свои поставки, если уже разговоры о закрытии нашего неба пока что на них не действуют. Вслед за Соединенными Штатами Америки другие партнеры последуют к примеру? Думаю, что да. Думаю, что последует. Единственная разница в том, что, смотрите, Соединенные Штаты открывают как бы широкий карт-бланш на поставки оружия в Украину. Соединенные Штаты сегодня запускают, это может быть, кстати, одна из причин, почему ленд-лист был перенесен на новый финансовый год в США, потому что они запускают, фактически запускают военно-промышленный комплекс свой. И все, что они нам будут поставлять, оно будет идти либо с предприятий, либо со складов, но на склады будет тут же становиться вооружение взамен, отданному. Понимаете? А страны-партнеры я на пока не слышал. Вот единственное, Германия сейчас там начнет производить противотанковые ракетные комплексы ПТРК «Матадор», которые мы у них покупаем, и они будут нам их продавать. Там ирисы те же, среднего радиуса действия, противоракетные комплексы, тоже мы у них покупаем, и они будут их там передавать нам аж по мере их изготовления. Но другие я не слышал, чтобы разворачивали свою промышленность. Все наоборот жалуются, что армия у самих голая босса и дают нам, ну кроме стран Восточной Европы, которые реально понимают угрозу со стороны Российской Федерации. Другие страны, Старая Европа, нам очень мало дает вооружение. Олег, на прошлую неделю, в принципе, и анонсировали, что будет огромное количество ракетных ударов, потому что были политически важные события. Тут и решение Европейского Союза о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе и саммит G7. И вот саммит НАТО. На этой неделе чего ожидать? Будет такое же большое количество ракетных ударов? Вполне может быть, что массированность ударов может быть продолжена. Почему? Потому что саммит G7, он завтра заканчивается, он сегодня еще продолжает. То есть ритоговое коммунитет мы увидим завтра. Сегодня Международное агентство Bloomberg объявило России дефолт. Это сумасшедшая политика. Россию фактически объявили на весь мир страной банкротом. Это очень серьезное поражение для Российской Федерации, что очень сильно ударит по финансовой системе самой России. И саммит НАТО тоже еще не вынес свое финальное резюме. Поэтому я думаю, что вероятность того, что Россия будет натомстить вот таким образом, нанося массированные ракетные удары, она сохраняется. Во всяком случае, в первой половине этой недели. Олег, и все-таки возвращаясь к системам противоракетной обороны. Есть ли хотя бы примерные оценки того, сколько нам необходимо подобных систем? Я просто помню, Михаил Подоляк публиковал, сколько нам необходимо реактивных систем залпового огня для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Антиллерийских установок и так далее. По ПРО есть хотя бы примерные подсчеты? Ну, я думаю, что нет. И, конечно же, есть такие подсчеты. И я больше, чем уверен, что в Генеральном штабе знают точное количество по типам и классам противоракетных систем. Единственное, что нас с вами не посвящают в эту цифру. Но мы можем сказать... Я могу сказать так, что чем плотнее, чем больше плотность систем противоракетной обороны, тем больше ее надежность. Тем выше вероятность того, что все ракеты будут сбиты. Видите, как они даже сейчас применяют. Они делают удар с нескольких направлений. И за счет того, что направлений несколько, и за счет того, что в каждом ракетном ударе по 10-15 ракет система пропускает. И не все удается сбить. Поэтому тут сказать точно, что да, вот 100 штук нам, допустим, закроет небо полностью, этого нельзя. Все зависит еще и от самого удара. Но чем плотнее система ПРО, чем большее количество дивизионов или комплектов систем ПРО, тем будет надежнее закрыта наша депо. Ну и с учетом такой интенсивности обстрелов, ресурс России в плане ракет заканчивается? Нет. Ну не считайте России. Я уже сколько раз говорил, не считайте российские ракеты. Там где-то до начала войны оценивалось по разным источникам, оценивалось где-то в 5-6 тысяч ракет различных типов. Некоторые, мы знаем, по данным разведки, там выпущены в количестве больше тысячи штук. Сегодня уже там количество пусков по территории Украины там две тысячи, ну где-то там плюс-минус. То есть там еще и ракетный парк, смотрите, они постоянно расширяют. Закончились Искандеры сухопутные, они достали Х-22 или Х-101. Х-101 дорогие, они достали Х-59. То есть вся номенклатура, какую ракету не открываешь, тактико-технические характеристики. У нее срок принятия на вооружение 68-й год, 75-й год. То есть это говорит о том, что они достают из старых советских запасов. Кстати, часть ракет, по-моему, Х-22, это мы им передали когда-то, рассчитывая за газ в середине 90-х годов. И причем там количество, которое мы передали, исчисляется там несколькими сотнями ракет. Вот мы их назад, они нам назад в таком виде возвращают. Поэтому нет, надо вести переговоры, надо делать упор наших партнерам на то, что нам нужны средства противоракетной обороны и просить, чтобы они нам их поставили. Вот в этом я вижу наполеглую, целенаправленную работу нашей дипломатии. CNN сообщает о том, что США могут закупить для Украины передовые системы ПВО на САНС. Что это за системы, насколько они помогут нам исправить ситуацию? Ну, США имеет полный бланш, закупить любые системы у любой страны. Смотрите, нам, в принципе, по большому счету все равно, что или где будут брать Соединенные Штаты то вооружение, которое будет нам поставлять. Это системы дальнего радиуса действия. В принципе, они предназначены для борьбы с ракетным вооружением, то есть с крылатыми ракетами, баллистическими ракетами. И если они для нас их закупят и поставят, ну, это то, что я говорил в начале нашего разговора, что они будут вынуждены нам поставить систему противоракетной обороны для того, чтобы хотя бы защитить свои поставки вооружения. Поэтому, если они будут закупать даже у третьих стран, для нас это только в плюс. Стало известно о визите Майи Санду, президента Молдовы в Украину. И здесь очень важный момент. Удастся ли, по вашему мнению, стоит ли ожидать каких-то решений совместных между Украиной и Молдовой по поводу проблемы в Приднестровье? Думаю, да. Думаю, что личный визит может способствовать тому, что будет обсуждаться план демилитаризации части территории Молдовы. Вполне возможно, что с помощью вооруженных сил Украины. Вполне возможно. Но он будет реализовываться, в любом случае, он будет реализовываться по окончанию войны. Раньше, я думаю, вряд ли мы возьмемся за выполнение такой задачи, потому что у нас и так задача в тысячу километров фронт, который надо держать каждый день и стоять против российского наступления, сдерживать российское наступление. В своем обращении к лидерам стран G7, президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что он хочет, чтобы война закончилась до зимы. Насколько это реалистично? Ну, горячую фазу это вполне реалистично сделать. Все упирается в поставки. Если поставки вооружений были начаты еще в мае месяце, как мы это и ожидали в конце мая, в общем, придет нам начнут поступать бригадные комплекты вооружений, то уже сегодня мы могли вести с вами разговор о контрнаступательной операции. Ну, пока что все как-то так плавно сдвигается ближе к осени. Поэтому есть шансы. Все упирается в то, когда начнут поступать вооружения. Вот тогда мы будем понимать, но это абсолютно реальный слой. Что сейчас происходит в районе острова Змеины? Ну, в районе острова Змеины мы завершаем, насколько я понимаю, мы завершаем операцию по освобождению острова Змеины. Причем операцию мы проводим дистанционным способом. То есть, нанося огневое поражение, мы просто выбиваем там войска противника и не даем Российской Федерации подвести туда подмогу, продовольствие или другие виды вооружения, контролируя остров с помощью наших средств огневого поражения. Если мы выбиваем россиян полностью с острова Змеины, что нам это дает и помогает ли это решить проблему блокирования наших портов? А тут же комплексно надо рассматривать. Да, это помогает, частично помогает. Почему? Потому что Россия лишается возможности перекрывать и видеть передвижение судов в непосредственной близости от острова Змеины, а там недалеко проходят именно маршруты торговых путей. А также мы еще проводим операцию по ликвидации разведсредств и корректировке огня на платформу. Практически мы пытаемся взять под огневой контроль акваторию, что нам может дать возможность разблокировать наши порты и тогда действительно пустить под эгидой ООН, допустим, пустить конвой с сухогрузами, которые начнут вывозить наши церкви. Что в районе Херсона происходит? В районе Херсона мы ведем контрнаступательные действия. На сегодняшний день, насколько я понимаю, там сейчас немножко спад активности, боевой активности. И идут обмены артиллерийскими ударами. Россия продолжает наносить огневые удары по Николаеву. Но войска закрепляются на тех рубежах, куда мы дошли. В российской армии очередная смена командования. Американский институт изучения войны пишет о том, что Дворникова сменил генерал Житко. И, в принципе, этот же генерал на опубликованном видео Шойгу, который инспектировал российские позиции, постоянно находился рядом с Шойгой. Что значит это очередная смена командования? Ну, это говорит о том, что у них на сегодняшний день нет уверенности в завтрашнем дне. Они не понимают, они не могут найти того полководца, который бы привел их к какой-то логической победе на сегодняшний день. Поэтому разговоры шли и про Суровикина, и про Житкова, и про Дворникова. Обратите внимание, что этот самый Герасимов вообще исчез с поля зрения в медийном пространстве, его не видно и не слышно. То есть, с одной стороны, это поиск, который говорит о том, что никто из военачальников не может добиться существенного успеха в этой, как они ее называют, специальной военной операции. С другой стороны, для нас это положительно тем, что, позитивно тем, что вот такая частая смена руководителей, она очень сильно разбалансирует и дестабилизирует работу военной системы управления. И войска начинают метаться в плане четкости и понимания задач, которые перед ними ставят. Потому что смена руководства предполагает и смену задач, особенно на тактическом уровне. Если оперативная или стратегическая задача может остаться той же самой, но на тактическом уровне задача будет изменить методы ведения войны, каждый будет стараться привносить свои. Плюс это же вызовет за собой, повлечет и перетрубацию в высшем эшелоне власти. Потому что каждый новый начальник будет стараться привести в эту систему своих людей и опираться на тех, кого он знает и кому он доверяет. Вот в этом плане, да, и система военного управления будет лихорадить, и она будет разбалансирована, пока он не соберет эту команду. Так что, с одной стороны, это нам на руку. Ну, я когда-то сравнивал вот эти вот частые смены. Сейчас они уже, можно сказать, частые, потому что уже четыре фамилии мы знаем, как минимум, те, кто пытался возглавить эту войну или те, кто возглавлял эту войну. Вот сейчас, да, можно сказать, что поезд примерно напоминает нам весну 45-го, когда Гитлер менял фельдмаршала каждую неделю для того, чтобы те быстро, вновь назначенные, он считал, быстро переломят ход военной кампании, особенно на Восточном фронте. Если это весна 45-го, то развязка близка? Наша победа близка? Ну, я же говорю, наша победа, в принципе, наша победа, она была бы еще ближе, если бы Соединенные Штаты не так медленно нам, или Запад в целом, не так медленно раскачивался в плане поставок вооружения. Мы, к сожалению, полностью зависим от темпов и объемов этих поставок. На БОКа то, что они нам поставляют, дает нам возможность уверенно вести оборонительную операцию. Ну, и, может быть, какие-то контрнаступательные действия на отдельно взятом направлении, вот как, например, там Херсон. Но это пока что не дает нам возможности формировать ударную группировку для проведения контрнаступления. Олег, спасибо вам большое. Очень надеемся, что все-таки темпы поступления западной военной... Что запад начнет просыпаться в конечном итоге, да. Да, да. Спасибо вам большое. Олег Жданов, известный военный эксперт, был сейчас со мной на связи. Друзья, подписывайтесь на канал Олега Жданова в Ютубе, подписывайтесь на Ютуб-канал Украина-24. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok